Всем привет дорогие друзья, вы на канале Металик Дэнни и сегодня мы с вами посмотрим на новый гайд на рыцарях, уже с некоторыми проклятыми картами, плюс регисом, в общем здесь появилось несколько интересных комбинаций, которые вас заинтересуют и я думаю понравятся. До этого хотел записать гайд просто на проклятых, но проклятых к сожалению винрейт 20%, я пытался максимально изменять эту колоду, с осадой пытался её играть, с супер прокруткой, с щитами, то, сё, это, никак, просто нет, проклятые к сожалению очень слабые, я набомбил, 2 часа потратил сначала на тренировку, потом на запись ролика, к сожалению просто эта колода идёт в мусорку, я понимаю что вам она нравится, но будут рыцари. Рыцари как минимум играбельны, винрейт у них положительный и очень они прикольные и сильные, поэтому записываю гайд именно на них, колода сильна, я думаю что сейчас будет очень много пытаться играть именно на этой колоде, в принципе как и завещание будет играться с регисом, эта колода тоже будет играться. Перед началом ролика не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики, также не забудьте поставить лайк под роликом и лайк под колодой на сайте плейгвин, что это помогает в продвижении моего канала. И не забывайте вступать в дискорд сервер, все анонсы и новости касаемо гвинта будут там, а мы с вами переходим к разбору этой колоды. По сути это классические рыцари, сценарий вам позволяет доставать рыцаря, когда вы активируете главу 1, вы уже будете при грации усиливать смежные отряды на 2, каждый раз когда грация активируется, а по главе 2 создадите дикий рывок. Кого-то играется на грации и эту грацию вам надо активировать, у вандагрифта грация 12, то есть у него изначально 6 силы, но когда он бафнется до 12, его грация сработает и он добавит в себя повторно стойкость. Так есть у всех абсолютно карт, у которых есть грация, то есть у этого например 2 силы, грация 9, когда он раскачается до 7, то есть станет 9, тогда у него сработает грация и он добавит щит смежным отрядом. У вас есть лидерка, лидерка ваша усиливает дружеский отряд на 5, если это активирует способность грация, то приказ восстанавливается и уменьшает значение на 1, то есть будет 4. Соответственно, допустим, если у вашего сраншущего рыцаря здесь допустим 5 силы и ему всего лишь 4 надо для того, чтобы грация сработала, вы тратите в него тик лидера, соответственно вы его бафаете, грация его срабатывает, он становится десяткой, это выше чем показатель. И грация наша, лидерка наша работает, остается 4. Вот, а тут многие спрашивают как работает грация, сейчас вот объясняю. В колоде есть арандит, в колоде есть аниромантия и королевский указ. Это вся прокрутка, по сути. Аниромантия зачастую именно в сценарии у вас идет, а королевский указ вируквакса. Вируквакс призывает отряд с наибольшей стоимостью наема из ваших колоден рукопашный ряд, у вас тут самый сильный отряд это регис. Он свое действие провизии, поэтому он сильнейший отряд. Зачем вам нужен регис? Регис это очень хорошие поинты за короткое время, у вас вот этого будет качаться арандит. Вы призываете региса, но у региса есть очень неприятные условия. Если вы проиграли раунд, а эта карта находится на поле, то вы удаляете свою колоду, вы удалите свою колоду не хотите. Если вы находите в вашей руке или колоде, вы удаляете эту карту, соответственно будете в минус карте. А если находится сбросе, то удаляете 3 верхних карты из вашей колоды. Чтобы избежать этого условия, у вас есть такая карта как проклятый рыцарь. Проклятый рыцарь обращает дружный отряд, который не является проклятым рыцарем, проклятого рыцаря не меняет значение силы. Соответственно, когда вы сыграете проклятого рыцаря, вы региса превратите в 20 в виде проклятого рыцаря. И вот эти условия уже работать не будут, потому что такой карты у вас уже нет, вы ее обратили. Далее карта Сангриаль очищает и усиливает отряд на 12, добавляя настой. Когда оба игра распасовывают, нанесите этой карте 12 единиц урона. Чтобы избежать этот эффект, есть несколько комбинаций. Во-первых, Сангриаль можно кинуть в карту, которая находится возле Срансущего рыцаря. После этого Срансущий рыцарь добавит щиточек, и Сангриаль по сути ударит по щитку. Соответственно, не нанесет урон. Это раз. Но еще более частое и более простое использование аграции, это под проклятого рыцаря второго. Ведь, когда вы карту обратите, то опять-таки эффекта этого уже не будет. Баф за 6 провизий на 12 вы получили, а дамага никакого не получили. Поэтому Сангриаль у вас зачастую будет ходить на 12 за 6. Плюс можно избежать каких-то блокировок, настоев, неприятных эффектов. Сангриалем очистить и как бы все хорошо работает. Главное не кидать в карту, у которых есть настой. Например, Срансущего рыцаря. Ван Грид Грифт у него стойкость. Потому что вы в первую очередь очищаете, а потом добавляете настой. Некромантия зачем здесь нужна? Выиграть бронзовый отряд из вашего сброса. Вы будете переигрывать Региса. Регис у вас, получается, будет проклятым рыцарем. Проклятые рыцари это бронзовая карта. Соответственно, ваша некромантия поднимает аж 20. Это 20-ка кориоверная, так как она находится у вас в сбросе. Вы ее можете сыграть в любом раунде. Плюс активирует сценарий, так как играет нам рыцаря. Для рыцаря здесь также есть спелы. Дикие рывки, которые усиливают дружный отряд на 5, добавляя выносливость. Махакамский эль, который усиливает и снимает блокировку. Споры. Такой микроконтроль в отряд противника. Ну и после все карты это рыцаря. Ставьте оруженосца, прожимаете, ставите рыцаря. Бафаете его на 2 и получает настой, каждый хоть усиливая на 1. Причем этого рыцаря можно прожать, допустим, в первом раунде, но не ставить рыцаря. В том раунде оруженосец баф этот даст вам и так далее. Также можно ходы несколько, несколько ходов прождать и несколько раундов даже. Рыцарь из центра. По размещению наносит 2 единицы урона вражеском отряду, если расправляется, добавляет себе выносливость. Но если активируется грация 6, то усиливает себя еще на 2. Ну и, наверное, ключевая карта под сценарий это щит девы. Имеет щит. Грация 8 создает и играет бронвер храбрую. То есть, если будет 8 сил и более, то создаться вот этого девушка. Если есть грация 14, то есть вы после этого еще до 14 докачаете эту карту, то вы усиливаете бронвер храбрую на 3. А если эта карта умирает, то вы блокируете дружескому бронвер. Бронвер имеет неузвимость, но по грации 5 и приказу добавляет дружескому отряду настой. Как раз, когда этот отряд усиливает другими способностями, вы усиливаете его на то же значение. Соответственно, если вы этот настой кинули в какой-то отряд, и, допустим, бафаете махакамским элям, то отряд вместо того, чтобы бафнуться на 5, бафнуться на 10. Если в него летит дикий рувок, то он усилится не на 5, а на 10. Если у него есть выносливость, то выносливость усилит его не на 1, а на 2. Как гамадриата. В общем, вот так вот. Плюс щит девы. Вы хотите, чтобы эта карта не умирала, чтобы она прям жила. Поэтому... Как можно эту карту подсейвить? Так бы вам попроще вот так объяснить. В общем, вам не надо расчекать до конца обилку лидера. Главное создать бронгер. Это прям самая база. Плюс, если вы обращаете эту карту, допустим, проклятым рыцарем, то щит девы исчезает, но по сути он не активирует свое заищание. И бронгер будет не заблокировано. То есть много есть разных абузов, как это можно все переиграть и улучшить. Главное только желание. Из контроля есть каратка. Удалить вражеский отряд или сценарий. Сейчас очень много разного абуза, много статов. Поэтому каратка неплоха. Ну и ранит. Ранит раскачивается довольно-таки неплохо. По нахождению карты более-менее все хорошо. Тактичка у вас именно такая. Можете поставить череп. Я уже, не знаю, полгода играю именно на такой тактичке. В принципе, не жалуюсь. Вам проще и лучше получить сразу статы, чем как-то сэйвиться от каких-то там блокировок. Вот такая вот колода. На практике она более динамична, более такая обширная. И очень зависит от разных матчапов. Естественно, для нас плохие матчапы это аристократы. Провощение плохой, но не смертельный. Тусэнд. Ну, в общем, Нильфгард, как обычно. Нильфгард. А кто для нас плохой матчап? Краснолюды. Краснолюды были правы. В горах безопаснее всего. Там хотя бы Нильфгард не ходит. А мы переходим к практике. Так, против нас ловушечки играют. Давайте посмотрим. Как-то их должны были поменять. Там появилась новая бронза. Так, ну заход у нас пока такой себе. Ноль прокрутки, ничего нет. Споры я пока бы оставил, наверное. Рыцаря уберем. Анира неплохо. Анира неплохо. Рыцаря тоже уберем, пожалуй. Хотя можно было оставить. И, наверное, все. Потому что Ригеса не хотим в руку. Я бы попытался Винкодом выкрутить. Потому что... В ловушек как будто бы мало. Возможность у нас есть. Давайте попробуем. Риордайн. Риордайн из Симлас. Но тоже неплохо. Хотя он его может переиграть. Кстати говоря. Причем сразу почти. Так, изучение пошло. Регеса. Робеж. А грузы еще неактивные. Грузики неактивные. Вот так сделаем. Обратим его и поставим сразу еще рыцаря, чтобы тебя справа все качалась. Пойдет. Он ждал наверно вандергрифта, но нет. Но нет. А ты сохранились. Можно рыцаря будет поставить. Ангус. Ну, у нас нет на этого контроля. Вообще нет. Хоратка будет с удовольствием отдал, но никак. Просто никак. Будем пытаться выпушивать из него все, что есть. С ним это поможет, но надеемся. Ну, надеемся. Лучше. Крафтит он нехило себе. Как прикажешь, Маргаритка. И Ангуса. Смотрим. Ой-ой-ой, плохо. Отвратительно. Ваш щит. Две ловушки вышло. Эту ловушку мы должны узнать, насколько я помню. Или не узнаем. Да, змеи не ушло. Хорошо. Отлично. Попытаться поддушить его. У нас свинка лосход на 20 есть. Споры есть. Споры могут вообще не сыграть. Давай уберем. Рандит неплох. Ива. Хорошо. Призываем, правда, вот такой отряд. Ну, пойдет. Пойдет. Потому что он его спокойно эльфа может убить. На 3 демеджа. Ну, ладно. Ставим дальнобойный, потому что рыцарь имеет у нас способность в дальнобойном ряду только. Вот эти вот двоечки. Новичок с КТЛ. Уже подвел. Выведя на стол, ты уже нас подвел. Ставим слева. Сначала качается он, потом он. По такой логике. Сидея. Будем пытаться душить. Его не так много каких-то жестких карт. Самое опасное он отдал, по сути. Остальное мы не боимся. Закаратим, если что. Это уже страшно. Вот это страшно, да. Таксисты, да. Преклятые таксисты. Мы не можем закратино, значит, девы играть. Ладно. Ставим именно сюда, чтобы слева-справа у этого отряда были цели. И вот так вот. Он не до конца бафнится. А мы эту карту можем сейчас обратить. Через некромантию. Синус. Тебе больше 200 лет. Синус отдал это очень хорошо. Синус на Винконы его, по сути. Вот без рофла. Прям без рофла. Так. Тайм сюда. Делай на стой сюда. Бафаем вот так вот. Отлично. Такая сета подняла. Такая себе, если подумать. А мы думаем. Нет, ступай, дьявол! Рука золотая, прям. Позолоченная. И грузы у него остались. Грузики остались. Аронит хочется сюда. Поэтому придется бафать его. Даже не знаю, как лучше сыграть-то. Почти сюда, потом у него урон будет. Нет. Давайте, наверное, все-таки бафнем так. Чтобы Аронит прилетел в него. Вернуху, но он ее переигрывать может. Поэтому, наверное, в нее. Немножко теряем, но так лучше. Так лучше уж поверьте. Идеальный заход был у него в первом раунде. У нас выбивание не самое идеальное было. Рядом. Я и Вин еще есть. Красота. Без разницы, пусть будет, наверное, он. Послабее чуть-чуть. И его сейчас перевернем. Перевернем двадцаткой. Очень хороший заход у оппонента. Господин оппонент. Мертвый человек, мертвый человек. Не надо так. Уже подвел. Ловушки две. Одна хорошая, другая плохая. И вот какую мы выловим, вопрос хороший. Плут это хорошо. Что плут это Аронит. Самый страшный, повторюсь, вышли. Мы боимся только обмана. И обман должен будет давать прямо сейчас. Здесь мы так делаем. Семнашка. Смотрим. Это она. Ее мы каратим. Ее мы сто процентов. Ладно, в карате. Или можем рискнуть и посмотреть. Тут он может просто прожрать. Давайте посмотрим. Давайте не будем рисковать пока что. Сделаем вот так вот, хоть на двадцать. Смотрим. Да, это не та ловушка. То есть она не ударила нас на пять. Это не обычная ловушка. Главное, чтобы он ее не раскрывал. О, ой-ой. Плохо. Это мы каратим. Потому что это обман карта. Обман. Мы не узнаем, это в любом она была. И мы выиграли. Ну вот как-то так. С таким вот кари-овером более-менее мы справились. Но, конечно же, было очень больно. Прочина сыграет перемещение. За север. За север мы разнестем. Синяя монета. Отлично. Регис в руке. Не очень, но пока пусть будет. Пока пусть будет. Обращения нет просто. Обращения нет. Убираем рыцаря одного. Указ. Отлично. Убираем. Наверное, еще этого. Дайте, наверное, рывок уберем. Хорошо. Ну, и рукваксы уже, наверное, искать не будем. Нам отсюда лучше карты-то поискать хорошие. Снятие блока. Да. Споры. Да. Давай, рыцарь, еще одного. Сценарио нашли. Отлично. Начнем с него. Да здравствуй, да здравствуй. Да здравствуй, да здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Так, ну это гармония. Это должна быть гармошка. И руквакс здесь сыграет даже в минус. Поэтому все у нас хорошо по феншую. Отлично. От Брегина бы отыграть. Ну там в теории может быть. Хотя я уже немножко подставляюсь. Нормально, отыграем. Отыграем, возможно, когда-нибудь. Сразу 20 поинтов. Я рад, я думаю, будет сценарий. В сценарии очень много поинтов даст оппоненту, господину оппоненту. Прошу заметить. Ну да, наверное, так даем. Много синих, синих зеленых отрядов. И можем поставить странствующего рыцаря. Ой-ой-ой. Рано обратили, как будто бы, да. Его обратить уже не можем, кстати. Его обратить больше не можем. Узрите. Мой вечер стер. Он, наверное, действительно не так рано обращать. Он, наверное, подождать дядов. Дядов. Так. Оппонент решает раунд забрать. Мы можем его отдать. Региса на столе уже нет. Мы можем отдать ему раунд. Если он так хочет. Но, конечно же, не за просто так. Руквак, Серб, наверное, все-таки сыграл. Теперь. Вот именно теперь. Это скорее плохо, чем хорошо. У него, по-любому, есть цели под прокачку. Эльф, например, должен быть. Хотя он отдал нормально. Звери, дриады. Самое ключевое вышло. Кроме эльфа. Эльфов не было. Это плохо. Это плохо. Краснолюда еще отдал. Человек. Насколько у него там все раскачивается, понятия не имеем. Плохо. Очень плохо. Уходим. Рани-Д4. Сынгреаль. Ну, чем больше отрядов, тем лучше. Ранит пока очень спорно. Я бы убрал его. Угу. Коротко. Эсад, эсад, да. Антериончик. Давай так. Именно к нему его надо активировать просто. Можно скорее. Сынгреаль, к сожалению, такой себе. Семогли, наверное, призвать его. Он хотя бы сынгреаль как-то мог. Спасти нас от сынгреали. Ну, ладно. Пойдет. И хуже. Да, не надо было точно оружие носки не надо было призывать. У меня было чем-нибудь другое. Ну, не его. Окей. Пока играем. Пока играется, играем. Ширу. Ширу неплохой у него. Очень даже. Уже забыл даже как отыгрывать от него. Я. А вот от Брегина отыгрывал, сидел. А он забрали. Ну, как минимум, в плюс ушли. А не то, чем уже пять. Рядом. Обращения нет. Очень плохо. Очень плохо, что нет обращения у нас. Этого не хватает. Ну, не хватает, кстати, хватает-то. Да ну. Последний яд остался у него. Че могу сказать, бывает. Говорится, госпожа удача бывает, а бывает и нет. Бул пачка ядов. Нету ядов. Это байт был? Хороший байт. Мне понравилось. Действительно, это не было. Ага. Это байт был. Хитрый, конечно, игрок. Господин оппонент. Очень хитрый. Нам не хватает, мы получим урон. Поэтому. Очищаем. И идем дальше. Ну, максимально все плохо. Единственный хороший момент, то что у нас кори-овер небольшой есть. Рандит на девять. Надо искать некромантию. И хоть что-то из этого можно, конечно, придумать. А так нет. Ой, ну, только рандит нашли. Шесть карт, а не романтия или некромантия. Ну, даже звучат созвучно. Вот, конец нашли. Отлично. Отлично. А так, из воздуха там нет. Поэтому, я думаю, мы спокойно начнем с... ...некромантии. Просто ставим двадцаточку. Ферсиваль бабах. Я с радостью сражался, но вера запрещает. Я попросил ее хорошенько эту веру твою. Вроде бы даже победа. Вроде бы даже. Необычная катка против гармонии. Как можно заметить. Как-то так. Причем заход был не самый лучший, очевидно. Но я не отыграл от яда. Это прям максимально было плохо. Темп опас. Одобряем. Прочитом сыграет в порабощении. И мы, к сожалению, на красный. На сине, я думаю, мы могли что-нибудь показать ему. Но на красный будет тяжело. Очень тяжело. Рукова, кстати, может неплохо сыграть. Но тоже в нем не уверен. Ранит сразу сбрасываем. И обращения мы не нашли, да? Обращения не нашли. То есть, если мы даже призовем что-то, то обратить сможем. Возвратительный заход, красная монета и Нильфгард. Все, что есть плохого, все собралось воедино. Сыны, блин. Своих матерей. Я не знаю, сыны Нильфгарда. Какого быть матерью Нильфгардца? Это же пипец. Это же позорище. Ну, типа, мать Нильфгарда. Мама сына Нильфгарда. Мать, у тебя сын Нильфгард. Дец. Я сын Нильфгардец. Офигеть. Это же позор. Типа, блин. Я, по-моему, это никак. Типа, это же не связано никак с гендером. Или связано. Но это, по-моему, не лечится. Сын Нильфгардец. Я, конечно, против такого. Но в данном случае Деддом, я думаю, хороший вариант. Ну, как иначе. Только так. Раунд мы не имеем права проигрывать. Хотя мы можем проиграть. Регет просто удалится. А нам это не особо хочется. Понимаете? Ой, ее движки. Легендарные движки севера. Сильнейшие. В ее роде. Мэву, что ли? Ой-ой-ой-ой. Арандиточки начинаем качать. Отлично. Раунд хочется забрать. Тороса, видимо, оппонент не нашел. Тороса, оппонент не нашел. Мог сюда дать. Он солдат. Нильфгардцы, они такие. Мог солдат отдать. Эта фигня училивает солдата намного сильнее. На две единицы. Ибо ровно его. Ладно. Ладно. Это же сын Нильфгарда. Сын собаки. Это тоже. Вроде даже движкуем. Вроде даже у нас что-то получается. Раунд заберем. Какой-то каким-то образом. Это будет магия. Что за халуйское задание? Вот он нашел, а мы найти эту карту не смогли. Как так это работает? Может кто-то объяснить, пожалуйста. Сыны Нильфгарда. Моя выносливость безбрежна. Безбрежный ты. Сыны Нильфгарда. Мешное слово. Так. Рандит точь-точь. Ну, благо теперь он тебя голдуни выкручивает. Хотя тут бы я, наверное, был рад, если бы он Региса выкрутил все-таки. Раунд он хочет забрать, да? Мы тика дали, а он всю лидерку. Все почему-то в него. Ну ладно. Торос все-таки есть? Нет. Те он же Тороса может пометить Региса. Какая мерзость. Зачем вообще нужна эта пакость? Пока играет, сыграем. Пусть я эти есть. Скорее всего, он может как-то сверху нашу карту взять. Да. Неприятно. Неуютненько. Блин, ощущение, что мы можем забрать эту игру. Полетели, полетели. Шипка, наверное, для нас. Тороса нашли. У него эта фигня будет качаться на 2. У нас эта фигня будет качаться на 1. Сын не Левгарда, блин. Ну, смотрим. Так что на говно выведется, но все, отдаст. Рука бронзовая, по-любому. Ну, типа. Сударь. Сударь. Ну, отдаем это, чтобы Регис жил. Ваш щит. Девочка у него больше не качается, кстати. Ё-моё. Смотрим. Раз, два, три. И не хватает. Ладно, не стрелять. А заряжать его как? Которого хватает. Ну, Региса мы не преобразовали. Региса мы не преобразовали. Сто в 20 у нас нету. В коротком, через Попутого Рыцаря. Мандергрейфта нет. Ничего нет. Дангрейль есть. Сына Ридали. Красота. И уродство. Можем попытаться попушить его карты. Как-нибудь. Ваше копье. Сударь. Ваше копье. Легис из Бродерсен Гральт кинуть. Каждый он, скорее всего, законтрит. Там рука голды. Поэтому нормально нам пушить. Теория даже в андергрейфта можем проставить. Лидера нет. Но только Степан есть под него. Очень, ой, блин. Пимперия несет миру свет. Братик-брат, он сфенов нас нет. Сто мы можем сходить, как вариант. Кстати говоря. Мы им сходить можем. Это отлично. Твое имя, юноша, так и просит превратить тебя в ежа. Мы можем сходить. Сын собаки. Ой, сын Эльфгарда. Гений. Затасовал нам карты, которые по провизии жестче и сыграть их не смог. Собаки усынили Эльфгарда. Так. Давайте сыграем так, чтобы удар милосердия не сыгрался. Кстати говоря, что я под удар милосердия подставил салюта. На пофиг. Это ход, по сути, на ноль. Потому что мы, по сути... Ну, вы поняли, короче. Он ударится. Он ударится. А вот хватит ли в андергрифте сейчас? Дайте посчитаем. 6. Плюс 2. 8. 9. 19 плюс 9. 28. 28 минус 12. Хватает ровно стат. Офигеть. 28 минус 12. Да? Хватает. Ну что ж. Давай, господин Апонент. Отдавай свою голду. Тиробоба. Я не стану ждать ваши руки. Блин. Ложите смелее. Я сейчас. Ох, я бы щит пробить. Ради приличия. Так. Ну, у нас в андергрифт. Прокачанный арандит. Нам надо все это найти. Это все внизу находится. Не романтия назад вернулась. О, е-е-е, мы все нашли. Нам нужен только рыцарь. Рыцарь, кстати. Рыцарь. Вы что, аристократы? Что вы не рыцари? Ну, мы найдем. Найдем. Все, мы нашли. Ну, только два рыцаря можем достать. То есть, это не романтия, это сценарий. А, у нас немножко перекрутка, да? У нас перегрузка небольшая. Слишком много рыцарьков. Вернее, мало. Ведь мы играем в пустую неромантию. Пустой сценарий. Указом можно вардали какого-то. Слушайте, или не играть сценарий. Сценарий намного, много статок или мало? Вернее, не играть сценарий. Может играть ордали какого-нибудь. А самим карту добрать. Мы тройку только можем, да, застосовать. Пустральный арандик дать. Лиги порция больше нет. Не существует его. Это будет посильнее, чем это будет. Давай. Лидер на два. Лиги порция больше нет. Сын Нелюфгарда, сын собаки. Сын Нелюфгарда, сын собаки. Да, 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 все правильно. Пока все правильно. Ну и по логике у него удар милосердия остался какой-нибудь. Ордаль на 7 просто ходит. Просто ордаль на 7. Стефан. Не очень нам это. Это бы не активировали, кстати. Это он правильно сделал, но... Это все равно не очень. Говорится, сын собаки. Сын Нелюфгарда. У вас нет шансов. Разве вы не видите? Очень странный плейер. Очень странная отыгровка. Но... Сделал, что сделал. Бэм. Субтитры сделал DimaTorzok